Добрый день, господин Леммер. Добрый день. Отвечаем снова на актуальный вопрос венсполщан. Андрис пишет, на улице Берзу просится новое асфальтное покрытие. Когда планируете ее реконструировать? Она напоминает советское время и не отвечает современным венсполским стандартам. Да, ну может быть не совсем советское время, но, конечно, можно желать лучшего. Она без каких-то ям. Интенсивность транспорта на этой улице очень низка. И нагрузка на улицу, значит, и низка. Мы там не так в прошлом году провели реновацию пешеходных дорожек. Там была необходимость. И вопрос, когда реновировать проезжую часть, он стоит на повестке дня. Но мы балансируем с другими нуждами. Нет ли более актуальных улиц, чем улица Берзу. Нет сомнений, что это покрытие еще прослужит и год, и два, и три без каких-либо проблем. С другой стороны, визуально, конечно, видно, что она достаточно постарела. Горожанка на портале пишет следующее. Есть ли возможность построить новое или восстановить место отдыха, бывшую Клондайку в Парвенте, и создать места отдыха для всей семьи с детьми? Например, боулинг, надувные аттракционы для детей, место, где можно отметить день рождения. Клондайк в Парвенте, улице Традене, это частный дом. И значит, только собственник решает, что там будет и что там не будет. По территориальному пронированию, зонированию, это место там разрешается. Как раз такие общественные какие-то активности, которые были названы. Что касается отмечать день рождения, то вот мы сейчас заканчиваем технический проект детской поликлиники по улице Акменю. И там заканчиваем библиотеку детскую. Да, я извиняюсь, мы по улице Акмене заканчиваем библиотеку детскую. И там она проектируется и будет построена таким образом, что там она предусмотрит, что там можно будет отмечать день рождения. Что касается каких-то семейных активностей или активностей для детей под крышей, то такую мы планируем создать по улице Уостас, там где старые мехмастерские Венцмутского торгового порта и рыболового колхоза Сарканабак. Там рядом есть еще силикатное здание. Вот там сейчас до следующего года мы часть благоустройства уже сделаем. Сейчас у нас идет закупка, конкурс на лучшие предложения такого эскизного варианта для проектирования вот этого детского городка под крышей, я бы так назвал его. Я надеюсь, до конца года мы найдем такого исполнителя, который нам выработает технический проект. Проект надо было бы сделать в следующем году. Ну, значит, это в середине 2020 года, 2021, может быть, 2022, тогда мы такой городок под крышей для детей создадим. Там же старые мехмастерские, одновременно в старых мехмастерских будет сохранена вот эта визуальная атмосфера, сохранены эти старые станки будут сохранены, чтобы осталось как экспозиция и техническое наследство, историческое и техническое наследство. Одновременно там будут дигитальные активности, как контраст к старому и новому. Ну, это идея я рассказываю, как это будет в конечном варианте, это еще немного надо подождать. Вы частично ответили и на вопрос Регнера, который спрашивает о новом проекте «Променадо» по улице Остас. А, да, да. И он пишет, что, по его мнению, там будет здание под офисы. Нет, нет, там не будет здания под офисы. Как я сказал, старые мехмастерские, там будет как раз в детский городок под крышей и какая-то часть экспозиции, музейной экспозиции. Что касается «Променада», то там, конечно, причалы будут реконструированы, соответственно, проезжая часть, пешеходная, велодорожка. Но там будут следующие такие, ну, которые как бы «Променадом» его создают. Это лоцманское судно, выставлено, игральная площадка для детей, маяк любви. Потом мы подняли со дна моря винт крейсера немецкого Первой мировой войны из этой, как латуни, или как это называется, да. Вот, и там будет такая экспозиция, он будет выставлено, 3 метра в диаметре, и там можно будет его поворачивать, интерактивное. Потом будет выставлен, как музейный экспонат, кран, который долго и работал, работал в Эдспольском торговом порту. На нем можно будет подняться, посмотреть, и одновременно это будет сохранено, как историческое, техническое наследие. И там присмотрим на место, где будут эти буи, которые море определяет в суховодный путь, чтобы можно было посмотреть, а что это такое. Потому что сдалека выглядит, что она там метров высотой, а это буи, ого, какой, да, там, по-моему, 5-метровый. Вот такой у нас план. Работы начинаются сейчас, должны закончиться в следующем году. Будет у нас новый променад, или участок променад, это порт Винтрафенест, земной порт маленький, до службы капитана порта этого здания. Очень круто. Ну, дай бог, дай бог, стараемся. Между тем у нас закипают предвыборные страсти. Артис пишет, что предвыборный период должен быть тем временем, когда партии своими действиями помогают людям решить, за кого же голосовать. Однако у нас бардак. Партии запутали людей, и вообще непонятно, за кого голосовать. Ну, первое. Постарайтесь выяснить, что люди эти партии сделали до сих пор. Раз. И второе. Выбирайте те, кто меньше обещает. Вот мой совет. А дальше все, каждый сам выбирает свое счастье. Следующий вопрос тоже не раз возникал на форуме. Юрий спрашивает, откроет ли Венсплс-магазин Lidl? Смотрел запись заседания комиссии по развитию, и там показали план магазина УГПСС. Да, ну, тут надо пояснить. Значит, у нас вся территория города, она распланирована по зонам. Есть индивидуальные застройки, многоэтажные застройки, есть где дороги. Есть где промышленная зона, портовая зона и так далее. Есть такая зона, где можно строить общественные здания для общественных функций, в том числе отдельно выделены большие магазины. И это территория, которая упомянула рядом с депо пожарников в улице, как это, значит, инженеру и, ну, больше, Кулдигас и Лелайс-Проспект, там этот квартал. Там предусмотрен, что может быть магазин. Вот, эта территория, она такая постсоветская, и, конечно, там было бы уместно, чтобы там был магазин. И мы смотрели комиссии по развитию, как они планируют, само здание, автостоянки, что надо балансировать, квадратные метры, количество покупателей и автостоянки. И визуально, как выглядит здание, какой там будет торговый центр, какой будет марка продавца, или Лидл, или там Рими, или там Макси, или там Икс, или Игорь, это нас не касается. Это уже, это уже лишает владелец зданий, кому он сдаст в аренду, или же, если строить, конечно, сеть, магазинная сеть, ну, тогда, значит, судя по всему, это будет такой магазин. Но мы в это дело не вмешиваемся. Мама на портале спрашивает, хотим вернуться в Венсполсе, но мы столкнулись с проблемой, нет мест в садике. Как вы прокомментируете такую реплию? Да, ну, у нас еще года три назад был запасом, места в детском саду, где-то 23 мест у нас был запасом. Ну, а потом вдруг очень резко поднялся запрос на места в детском саду, особенно дети, полтора, два, до трех лет. И мы за это время создали заново где-то 100 мест, и все они были заполнены. То есть, тот запас был заполнен, получили еще новые. Но, судя по всему, мамы сейчас могут найти нормально оплачиваемую работу, когда им выгоднее, чтобы ребенок шел в детский сад, а они бы могли работать. И потому вот так резко поменялся запрос именно на места в младших группах детского сада. Я не знаю, какая ситуация на 1 сентября сейчас будет, потому что дети ушли в первый класс, освободились места, как они будут заполнили. Но в ближайшее время нет, такие данные будут. Но мы понимаем, что лишних мест не будет. И потому мы заказали разработку технического проекта небольшой реновации бывшего здания детского сада по улице Брибус, там, где была школа центра, начальная школа, центральная начальная школа. И там где-то 90 мест будет детский сад, судя по всему, может быть, как филиал детского сада Саулиты. Ну, не важно. Важно, что там будет именно на акцент полтора года, два года, три года, чтобы эти младшие группы могли обеспечить. Ну, я тогда надеюсь, что мы эту проблему решим. Хотя, если не решим, тогда там, где улица Саулиты, у них большая территория, предусмотрено еще строить пристройку. Да. Ну, вот. Но я думаю, что на этом должно хватить. Посмотрим, как жизнь покажет. И в заключении, по теме Гуна спрашивает, станет ли этот сентябрь для вашей семьи особенным. Будучи педагогом, мне хочется пожелать и школьникам, и педагогам другим много творческих идей и продуктивной их реализации в новом учебном году. Ну, этот год в нашей стране, это учебный год, когда начинается внедрение нового содержания обучения. Ну, это только начало. Так что родителям надо больше, может быть, следить за процессом, связанный с учебным процессом, со школой, взаимоотношения, классного руководителя со школой. Ну, вот. Это раз. Вот. Для нашей семьи у нас есть школьник в семье, он пойдет в шестой класс. Это такой важный этап, потому что по завершению шестого класса вопрос будет стоять, можешь, не можешь учиться в гимназии. Ну, вот. Так что это в руках молодого человека одновременно, конечно, мы ему на это, ну, как бы ориентируем, что это все-таки важно, что ты заканчиваешь, какую школу заканчиваешь, получаешь среднее образование, да. Ну, в таком смысле это будет год особый. А так, младший, два с половиной года, он, ну, уже говорит и краски различает, и там, ну, играется. Ну, это тоже вот три года, это уже начало, серьезное начало учебного процесса. Так что у нас, я считаю, два школьника. Один очень, очень младший, а другой полноценный. Спасибо вам за открытый и удачи. Спасибо, до свидания.